Доброе утро, друзья! Спасибо, что вы заглянули ко мне в мою кондитерскую домашнюю. Сегодня у нас будет очень простой, очень полезный, вкусный завтрак. И покажу вам, как можно запастись такими завтраками, как сегодня мы будем делать, на ближайшее время, чтобы утром не тратить время на приготовление. Сегодня мы, знаете, что будем с вами делать? Мы с вами сегодня будем делать сырники ПП. Смотрите, какой шикарный у меня здесь творог. Творог, простите, никак не могу привыкнуть к правильному произношению. Значит, здесь у меня килограмм творога, здесь у меня 2 яйца, щепотка соли и у меня будут сырники на стевии. Это замените в сахар, потому что я буду делать деткам, которые не переносят сахар. Но, а вам рекомендую, если вы будете делать сырники ПП на сахаре, то, если есть переносимость меда, допустим, можете 2 ложки меда положить. Если нет, значит, буквально 1 на килограмм творога, где-то 1 десертную ложку сахара и щепотку соли. Получаются очень вкусные и очень полезные. Итак, приступим. Смотрите, значит, творог мы разминаем вилкой. Разомнем его. У меня такой, знаете, крупинками 5-процентный, совсем сухой, невлажный, натуральный творог. Сейчас я его разомну. Сюда мы насыпем, да, еще нам понадобится рисовая мука, обязательно. Мы ее будем добавлять в творог и будем в ней катать, формовать сырники. Значит, смотрите, разминаем творог и добавляем на килограмм творога 5 вот таких вот ложек. У меня она считается как десертная. 5 десертных ложек рисовой муки. Итак, значит, смотрите, разминаем. Так, я себе тут заварила чаек. Хотела перед тем, как делать съемки, попить чай, но не успела. Ну, ничего, сейчас я сделаю. Сегодня я делаю сырники в слабой заморозке, потому что они поедут на заказ, попросили деткам сделать. Поэтому сильно я их замораживать не буду. Пока я размешиваю, я вам расскажу. Значит, смотрите, если вы будете делать вкрог, потому что я делаю иногда на заказ, замораживаю их, но не сильно. Вот, допустим, сегодня я их сделала, через 3 часа у меня уже их забирают. Они чуть-чуть подмораживаются. А если вы будете, допустим, делать впрок, то вы их формуете, я покажу потом как, и в морозилку. И они у вас будут стоять, подморозятся, вы их в пакетик складываете, чтобы они у вас как бы не прилипли друг к другу. Хотя они пока полежат 3 часа в холодильнике. Вот, смотрите, 5 столовых вот таких вот десертных ложек с горкой мы сыпем сюда рисовой муки. 1, 2, 3, 4, 5. Потом я сюда сыплю, смотрите, вот этот вот 3,5 грамма стевии заменяет 3,5 ложки сахарного песка. Сахарного муки, я вам честно говорю. Вот, 3,5 ложки сахарного песка. Дети попросили, чтобы были сладкие, поэтому я сыплю один этот пакетик. Если вы будете сахар сюда сыпать и делать сырники ПП, я вам уже сказала, насыпьте, пожалуйста, где-то пол десертной ложки. И вам достаточно будет. Будет натуральный творог в сочетании с рисовой мукой, немножко соли. Вот, и будут сырники шикарные. Сырники ПП будут не сладкие, не соленые, просто творожные, вкусные и питательные. Так, сейчас это все перемешиваем. Вот так. Вот так все это перемешиваем. Потом добавляем 2 яйца и хорошенько все вымешиваем. Все. Так, вот так вымешиваем. Сюда откладываем, добавляем. Все, больше мы ничего сюда не кладем. Вот это все, что здесь требуется. Рисовая мука, сахар, соль, по желанию, если сахар не кладете, кладете мед. И вот так хорошенько все вымешиваете. Если у вас творог будет жидковатый, я рекомендую тогда добавить буквально 2 десертные ложки манной крупы. Вот, потому что, чтобы потом эти сырники не разваливались и имели форму, манка немножко их будет скреплять. Так. Друзья, я застелила коврик, насыпала сюда рисовую муку, поставила стакан. Я покажу вам сейчас 2 вида формования сырников. Значит, смотрите. Берете творог, подмешанный уже наш. Вот так формуете вот такие шарики. Обваливаете в рисовой муке. Вот так. В рисовой муке. И даете минутки, пока будете, допустим, вот я 5 штук делаю, да, чтобы были одинаковые, приловчитесь брать одно количество. Допустим, одной или ложкой большой там, или десертной, чтобы они у вас были одинаковые. Потому что я уже как бы давно их делаю, и у меня рука уже набита. Я уже знаю, как их делать. Поэтому вот так вот их обваливаем и даем буквально 2 минутки полежать. Пусть эта рисовая мука впитается, да, чтобы они были плотненькие. Вот я, допустим, 5 штучек сделаю, да. Если вы будете их замораживать, значит, приготовьте заранее, допустим, противень там или на чем вы будете складывать, чтобы они подмораживались. У меня поддон в холодильнике есть. Там помещается у меня 25 штук. Где-то у меня 60 грамм каждый сырник, 60 грамм творога. Вот 25 штук помещается. Вот я 25 штук укладываю и подморозку кладу. Вот я 5 штук сделала. Пока я это делала, беру первый, да. И опять его вот так. И смотрите, у меня вот такой шпатель. Я делаю шпателем. Потом вот так аккуратненько шпателем беру его. И вот у меня здесь бумага лежит. Я на бумагу складываю. Опять. Второй беру, который уже полежал чуть-чуть. Видите, как они формуются хорошо. Здесь ничего лишнего нет. Здесь нет муки. Здесь совершенно нет муки. Яйца, творог, рисовая мука. И смотрите, какие они получатся красивые и ровненькие. Можно взять нож с широким лезвием. Тоже удобно делать. Но если вы, допустим, занимаетесь какими-то кондитерскими делами, вы можете себе вот такой шпатель, он недорогой, купить в кондитерском магазине. Я им делаю много чего этим шпательком. Выравниваю. Пирожки когда беру вот так, подцепляю, он очень удобно им брать. Так. Это я вот вам три показала. Теперь смотрите. Вот так тоже переворачиваете. И он такой ровненький. И аккуратненько их вот сюда складываете. Теперь, значит, я вам покажу вот стакан. Сейчас я вам насыплю еще, покажу. Насыплю вот так рисовую муку. И вот так стаканчиком. Видите, какой красивый получается сырничек. Потом его вот так опять раз. Смотрите, какая форма у него красивая. И он, ничего в нем нет лишнего. И они получатся очень вкусные. Чисто творожные. Без лишних добавок. Ни мука туда не кладется. Никакие больше еще там скрепляющие. Я, этот рецепт уже проверенный у меня. Я под видео напишу вам эти пропорции. И так же продолжаем делать. Сейчас еще вам покажу, как стаканом делаю. Смотрите, какой красивый сырничек. Так, теперь по поводу жарки. Потому что я сейчас делаю на заказ. Жарить я их не буду. Но фото жареных сырников я вам в видео обязательно размещу. Значит, берете, разогреваете сковороду буквально 2 столовые ложки растительного масла. Я на растительном делаю. Или на оливком, или на обычном. И медленный огонь. Чуть-чуть меньше среднего. Делаете, укладываете эти сырнички. И на медленном, медленном огне они у вас румянятся. Потому что если делают ошибку, когда делают большой огонь, они разваливаются. В кучу их потом не соберешь. И некрасивые получаются. А эти получаются ровные, красивые и не подгоревшие, румяные. Фотку я вам потом размещу. Если, конечно, мне удастся сегодня их еще и пожарить, я, конечно, покажу процесс. Видео покажу процесс жарки. Если нет, значит, просто фотку вам покажу, какие они получаются. Но я их делаю уже давно. Делаю на заказ. Делаю ПП сырники. Делаю обычные сырники. А потом как-нибудь еще сниму рецепт обычных сырников. Не ПП. С изюмом там делаю, с цукатами, разные добавки. Но не суть. Буду размещать, будете смотреть. По формовке рассказала. И на медленном огне рассказала, как жарите, переворачиваете. И аккуратненько на тарелочку каждый сырничек друг на друга не наваливаем, чтобы они не мялись. И они получаются очень красивые и вкусные. Это то, что касается жарки. То, что касается жарки сырников, которые у нас лежали впрок заморозки. Я их, допустим, утром вам нужно к завтраку сделать сырники. Вы проснулись, вытащили их из морозилки. На тарелочку там положили 5-6 штук. Сколько вам нужно? 2-3. И занимайтесь своими делами. 15-20 минут они лежат у вас на тарелочке. Выходят из глубокой заморозки. И вы также наливаете масло, также кладете чуть ниже среднего огня, делаете температуру и выпекаете их. Пока вы там будете кофе себе заваривать, чай, пока будете собираться, сырники уже будут готовы. Завтракайте и приспокойненько идете на работу. Смотрите, дорогие друзья, вот у меня, это я уже подготовила, сформовала их. И вот, смотрите, такая вот у меня поддончик вот такой. Видите, я их сюда складываю. На бумагу, на пекарскую. Можно подстелить пленку пищевую, можно обычный целлофан, только чтобы не на сам поддон, потому что они подмораживаются на поддоне сильно. И тогда прилипают в процессе заморозки, пока будут, вот они подмораживаются, они прилипнут. А здесь они будут ровненькие и будут красиво лежать. Смотрите, друзья, сырники готовы. Я их вот так вот разместила на заморозку. Сейчас буду замораживать. Вот это количество, которое получилось с килограмма творога. Значит, считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 штучек. Ну, и они идут где-то по весу, значит, около 60 грамм. Получается от 19-20 штучек. Вот. Сейчас я их подморожу, потом в пакетик. Готовьте с удовольствием. Они очень вкусные получаются. И вот вам идея к домашнему бизнесу. Всем хорошего дня.